13.06 в Кире, это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает вице-спикер законодательного собрания Кировской области Михаил Кураж. Михаил, добрый день. Добрый день. Позволю себе процитировать твиттер Павла Австахова, детского бутсмена всероссийского. Вот что он пишет сегодня в своем твиттере. «Два часа назад. Весна. Оттепель. С крыш падает лед и снег. Берегите детей. Обходите места падения с крыш. Предупредите детей. Тогда же только за последние дни погибли и пострадали от падения сосулек, льда, глыб, снега с крыш. Несколько детей в Кировской области на Камчатке. Тогда же, безусловно, ответственность за падение льда и сосулек на прохожих несут муниципальные власти. Но это уже не поможет пострадавшим. И давайте приложим все усилия, чтобы дети встретили весну живыми и здоровыми. Разделяю. Разделяйте. Тогда следующее. Вчера, 9 марта, около 11 часов, шестилетняя девочка вышла из подъезда дома по улице Набережная в городе Слободском. В этот момент на голову ей упала голыба льда. Девочка сейчас в реанимации в коме. Реакция на это. Никита Юрьевич Белых в твиттере своим написал, что будет жесткий разговор. И тогда же руководящий состав Слободского, собственно говоря, Евгений Ручков и глава администрации написали, что они едут на встречу с губернатором с заявлениями об увольнении. Пожалуйста, ваше мнение о том, как отреагировали муниципальные власти на этот случай города Слободского. Ну, давайте начнем с того, что там, если у нас этот случай был один, там, ну, действительно, скажем так, можно было говорить о некой исключительности уже, если не ошибаюсь, только за начало этого года. Это уже пятый случай, ну, практически буквально за месяц. С детьми? Да, осенью у нас были тоже, тоже были случаи, да, то есть, какая-то нехорошая тенденция, которая, на самом деле, ну, к сожалению, начала находить какую-то реакцию лишь последние, там, несколько недель, да, то есть, мы помним о том, как после ее случая на Широницево были привлечены к уголовной ответственности, и последующий случай, и, как бы так, сейчас уже речь идет о том, что, судя по всему, представителям коммунальных служб уже даже это их не страшит, потому что даже если вот сейчас выйти на улицу и посмотреть по домам, то количество домов, где снег остался, не так мало. И могу сказать, что буквально где-то на прошлой неделе мне звонил один из жителей, который предлагал свои услуги, он готов был запустить дрон, который бы, собственно, как раз фотографировал те дома, где снег лежит. То есть, я, в данном случае, поддержал его эту идею и рекомендовал сразу фотографии посылать на сайт прокуратуры области для того, чтобы какие-то меры принимать, потому что, на самом деле, ситуация, повторяющаяся из года в год, там, это не особенность этого года, а, собственно, это, наверное, вообще черта провинциальных городов. Не только провинциальных, мы еще вспомним Петербург сегодня. Да, да и Москва была. Но в большем мере, наверное, провинциальных городов как раз в том, что никакие меры, судя по всему, представители коммунальных служб не затрагивают, не трогают. Да, то есть, могу сказать, что всю зиму ездил по районам области и практически во всех бюджетных учреждениях, где был, больницы, школы, домокультуры и так далее, я указывал руководителям, не только учреждений, но и руководителям муниципальных образований, о том, что снег выпал, его надо сразу убирать. Все обещали, но что-то мне подсказывает, что, кроме обещаний, это никуда дальше не ушло. Мы прекрасно понимаем, что, там, эту ситуацию можно было бы избежать тогда, когда снег убирался бы по мере накопления, не дожидаясь весны, не дожидаясь, когда он съедет сам, а, там, после каждого снегопада или, там, просто, там, периодически люди бы залазили на крышу и убирали. Что касается Слободской ситуации, конечно, трагедия, дай бог, ребенок выздоровеет, дай бог, все хорошо будет успокоиться. Относительно действий и заявлений руководства города Слободского, ну, наверное, с одной стороны, конечно, понять их можно, с другой стороны, все-таки разбора этого полета пока не произошло. Потому что, в конечном итоге, возбуждение, с одной стороны, дела против конкретного, там, управляющей компании, с другой стороны, как бы так, люди, которые в администрации несут ответственность за это, да, получится, что останутся ненаказаны. Руководство города уйдет, низовой уровень будет наказан, а, собственно, службы, которые должны обеспечивать постоянный контроль, постоянное соблюдение правил безопасности для людей, получится, что останутся в стороне. Поэтому, вот, с этой точки зрения, я, наверное, решение городской администрации не совсем поддерживаю. Предполагаю, что все-таки сначала нужно было бы провести некое расследование, некий разбор полета внутри администрации. А дело-то в том, что заявления Сергея Кашина, главы администрации Слободского, Евгения Рычкова, главы города, они не приняты, да? То есть, они говорят о том, насколько я понимаю, как мне это представляется, что мы готовы понести ответственность за это уход за свои должности. То есть, заявление Кашина принято, а Евгений Рычков вынес вопрос на Думу, и будет заседание, не очередное заседание Думы, а вопрос о доверии ему, как главе города. То есть, в данном случае, это не просто слова, это реальные действия. Кашин написал заявление об отставке, а насчет того, принято оно или не принято, ничего пока нигде не сказано. То есть, они показывают, что они готовы своими местами поплатиться за то, что вот произошел такой случай в Слободском. То есть, вот то, что они готовы были к таким заявлениям, вообще эти заявления, вы рассматриваете как попуризм или действительно правильно? После таких событий должны последовать серьезные заявления от самых высокопоставленных лиц? С Евгением Рычковым, ну, я знаком ближе, чем с Кашиным. Могу сказать, что там, на самом деле, несмотря на имеющее некое сильное оппозиционное представительство в Слободском, это все-таки человек, который пришел туда думать о городе. И поэтому, там, применительно к нему я скажу, что я, наверное, в большей мере поверю в то, что этот человек действительно искренне переживает, нежели какой-то популистский ход. Вот, еще раз говорю, там, Покашину не знаю, но, насколько я знаю, работают они в тандеме, работают они в команде, и поэтому, ну, наверное, и здесь командный принцип он сработал. Но, еще раз повторю, там, я все-таки считаю, что для начала нужно с их стороны сделать все, чтобы оставшийся на крышах снег больше не падал, и только после этого принимать подобные решения. Так, еще к снегу вернемся, а давайте все-таки по поводу решений в отношении, там, высокопоставленных лиц. Никите Юрьевичу тогда же, просто много человек написало ему в Твиттере по вот этим событиям, которые произошли вчера и сегодня, был задан вопрос, почему подобные решения, да, господи, как это называется, то есть решения по поводу занимаемых мест высокопоставленными лицами, почему они последовали после аналогичных происшествий в городе Кира, в частности, после гибели месячного ребенка от падения глубины улицы Широнисов. Никита Юрьевич заявил, что здесь другая ситуация, по его словам, в Слободском, это я цитирую сайт «Эх, Москвы», наш, собственно, дом в Слободском обслужил муниципально управляющих компаний, кроме того, произошло это после того, как всем были разосланы рекламенты работы. У меня здесь есть вопрос, у вас нет? Нет, у меня много вопросов к городу, я, с одной стороны, понимаю, что, предположим, губернатор области не может уволить там ни главу администрации города, ни главу города, ни директора управляющей компании, потому что у него нет просто на это полномочий. Решение уйти в отставку – это решение все-таки добровольное, связанное с уровнем восприятия своей должности, своей ответственности занимаемыми главами. Относительно того, что в городе ситуация другая, нежели в Слободском, Мы сейчас про Киров говорим. Да, то скажу, что у нас, кроме управляющих и обслуживающих организаций, есть еще, привлекая множество всевозможных проверяющих чиновников. И, как говорится, если уж руки не дотягиваются до управляющих компаний, то, как бы так, до чиновников, терр управления различных муниципальных структур, туда-то руки должны дотянуться, и, как бы так, решения должны быть приняты. Но, в любом случае, без желания руководства города, область не может таким образом наказывать чиновника территориального управления. Он не подчиняется им. Михаил, я понимаю, нам тут очень подробно за последние месяцы объясняли, какова вся эта бюрократическая процедура, кто что пишет, кто утверждает. И иерархия. Я имею в виду процедуру, когда кто куда пишет, какие заявления, как назначаются штрафы, кого вызывают на комиссию, кто отвечает и так далее. По итогу мы поняли, что практически своим местом, например, никто не отвечает. Я имею в виду своим рабочим местом. В общем, особенно отвечают только вот как раз уже непосредственно управляющие компании, мастера, которые там работают. Ну, как показали, Рычков с Кашиным отвечают все-таки. Они сами. Вы сами об этом сказали. Они приняли решение. И в связи с этим тоже, вот в интернете много об этом говорят, и слышатели нам звонили. Почему в Кирове не последовали какие-то громкие заявления от главы города и от главы администрации? Ну, я думаю, что, как бы так, город у нас продолжает все-таки оставаться достаточно закрытым государственным элементом, государственной структурой. очень сложно понимать их реакции, их действия, несмотря на то, что вроде как разговаривая с отдельными представителями администрации, понимая, что они сопереживают и понимают, есть понимание, что некий разбор порядок происходит, но, к сожалению, работать с населением, выходить в паблик, сыпать голову пеплом, у нас администрация еще пока не может, не умеет. Судя по реакции, на самом деле, населения, я вот просто смотрю, последовали ли какие-то заявления от родителей пострадавших детей, так как это, вот, я посмотрев в России, что происходило, в частности, в Питере, когда, помните, да, была сосуличная прямо компания, там масса были травмированы люди, родители детей этих и вообще взрослые сами, у нас тут страдают и взрослые, вчера буквально на Октябрьском проспекте упала сосулька на голову женщины, я не вижу, чтобы они писали какие-то заявления с требованием возмещения ущерба, например, да? То есть люди с этим смиряются и тоже на паблик ничего не выносят. Ну, я думаю, что просто не смиряется, скорее всего, ситуация шока, которая, ну, вот, как бы так не наталкивает их на мысль, что, в первую очередь, там, надо попытаться каким-то образом, там, зафиксировать это все и начать бороться против тех, кто, вот, не хочет соблюдать ни закона, не боится ничего. Вы думаете, они будут бороться? Вот родители, вот дети... Это ситуация шока. Другое дело, что, вот, честно могу сказать, что мне, например, там, непонятна пассивность и наших омбудсменов, что по правам человека, что по правам детей. То есть, вот, это как раз почва для них, и от их имени подавать подобное заявление, от имени жителей города направлять письма в прокуратуру. Я думаю, что у них обращений там немало, а если нет, то, там, они могут обратиться и к вам, в том числе, и к вам тоже люди звонят с жалобами. И, как бы так, вот от них хочется увидеть вот эти активные работы. То есть, у них... Это как раз их поле, в первую очередь, этой работы. Вот, вот, их пассивность, я думаю, что, может быть, конечно, сейчас после праздников они активизируются, но пока, к сожалению, мы видели, там, первый отчет омбудсмена по правам человека перед губернатором, но не увидели ни одного обращения омбудсмена, там, в прокуратуру на предмет вот несоблюдения тех же постановлений, по которым, там, к 1 марта обещали все крыши почистить. Просто напрягает вот эта тишина, которая возникает в самом городе, потому что мы задавали здесь вопрос одному из чиновников Ленинского территориального управления. Он сказал, что нет, у нас совещание проходит, мы что-то там решаем, но каких-то активных действий, решений или проектов вот выдать сейчас мы не можем. То ли это тайна, покрытая мраком, то ли у нас нет специалистов, которые сейчас взялись бы за это. Хотя вот мы сейчас вернемся к Питеру, о которой уже упоминали, когда это была сосуличная кампания, еще и Приматвиенко, и потом, при следующем, губернаторе, когда в Питере действительно огромная проблема, старые дома и все прочее, там были, конечно, выделены огромные деньги на то, чтобы отремонтировать крыши, потому что понятно, что сольки сами по себе там не образуются. Применяются какие-то технологии. Если вы зайдете в интернет, вы посмотрите, какое огромное количество и старых технологий, и новых технологий было предложено. Понятно, что часть денег разворовали, но большое количество крыши... Смелое заявление. Нет, это не мое заявление, это не мое заявление. Сошлитесь, потому что... Я могу сослаться, безусловно, потому что прокуратура МВД Питера заявляли, что несколько миллионов были, собственно говоря, украдены тогда. Сейчас глубоко не буду копать, но это я цитирую, да, сайты питерские. Тем не менее, были выделены деньги, была разработана программа, где-то она прошла удачно, где-то менее удачно, но что-то предпринималось и разворачивались действия даже не столько в зимний период, сколько в летний период для того, чтобы подготовиться к следующему. Вот в этой части, что бы мы хотели, Михаил, увидеть, чтобы было понятно, что действия действительно эффективны, и следующую зиму мы встретим по-другому? Ну, во-первых, да, там, я бы хотел увидеть, в первую очередь, действия управляющих компаний, связанных действительно с решением вопроса теплопотерь, которые приводят к образованию сосудей, да, то есть это ремонты крыш, в первую очередь, ремонты фасадов. Второе, я бы хотел увидеть графики, опять же, тех же управляющих компаний по периодической уборке крыш в зимний период. То есть, опять же, можно валить на то, что у нас неожиданные снегопады, но там форс-мажор это форс-мажор, а там текущее сопровождение это текущее сопровождение. В-третьих, со стороны городской администрации я бы хотел увидеть план по организации уборки, что дорог, что тротуаров, что крыш, с точки зрения транспортной логистики, да, то есть, как организовать работу так, чтобы там машины не мешались ни во дворах, ни у подъездов, ни на дорогах, и с точки зрения, ну, вот логистики имеется в виду по отношению к людям, которые ходят по улице, потому что тут надо тоже понимать, что есть там жилые дома, есть учреждения, в которых тоже есть поток достаточно большой, и, наверное, там, слава богу, что у нас у многих бюджетных учреждений, культуры, здравоохранения, образания, там, плоские крыши, да, то есть за счет этого, я думаю, что как раз, если бы крыши были стандартные, то мы бы, не хочется, конечно, сглазить, но имели бы другую статистику по травмированным за счет схода льда и снега. Поэтому вот, наверное, три этих вещи, да, то есть, как будет организована уборка крыши, как будет организована логистика, и в конечном итоге четкое понимание, кто за это все будет отвечать. Посмотрим, как будут развиваться события в Слободском, и что будет происходить в городе Кирове, но действительно хотелось бы увидеть конкретные решения. Мне не хотелось бы, чтобы в Слободском все закончилось действительно разбором только этой ситуации, потому что, как правильно сказали, в Слободском тоже достаточно много старых зданий, в которых тоже существуют скатовые крыши, и поэтому, как бы так, если под это дело все-таки ускорят процесс очистки крыш, ну, наверное, это будет благо. Тот результат, который мы ждем. А это не просто отставка руководства города. То есть это, от этого легче никому не будет, ни городу, ни пострадавшим, ни пострадавшим, ни там, самим покинувшим посты. То есть это лишь, вот, скажем так, одна из реакций. Это особое мнение вице-спикера законодательного собрания Михаила Курашина. Мы продолжаем и продолжаем тоже кировской темой, на мой взгляд, достаточно важной. История развивается. Мы когда-то даже, кажется, говорили здесь, в этой студии, в программе «Разворот на бизнес» с Олегом Прохоренко о развитии горнолыжного спорта в Кирове. И тогда у нас были представители различных организаций, которые предоставляют услуги населению, по тем, кому нравится кататься на горных лыжах. Вот сейчас кировчане написали петицию в защиту горнолыжного... в защиту... значит, петиция от клуба любителей горнолыжного спорта «Параллель» в адрес городадминистрации и правительства Кировской области с просьбой сохранить горнолыжный комплекс на Филейке. Горнолыжный комплекс закрывается. Судя по всему, там есть действительно основания, почему нужно его закрыть. Это какие-то имущественные отношения, аренда и земли, что-то в этом духе. Но людям-то от этого не легче, тем, кто там занимается. Вот ваше мнение. Что нужно в данной ситуации сделать тем, кому обращена петиция, а именно городской администрации и правительству Кировской области? Самое правильное и самое, как говорят, самое кратчайшее расстояние – это прямая. То есть, все-таки договориться с организатором данного... С Олегом Осиповым, предпринимателем, который организует. С Олегом Осиповым на предмет устранения всех несоответствий, сохранения данной площадки для занятия, для массового занятия спортом. Это самый простой и самый правильный путь. Второй вариант – это, опять же, с точки зрения адекватного и конструктивного, совместно с Осиповым найти другой вариант, который можно было бы приспособить для горнолыжного комплекса, чтобы можно было там действительно заниматься и, опять же, планомерно, спокойно сделать так, чтобы ближайшие 30, 40, 50, 100 лет нигде их претензий по использованию этой недвижимости у города не возникало. Это правильные пути, это пути, которые приведут к нормализации вот этой ситуации. Как поступит город, но это, опять же, возвращается к первому вопросу. А Вы не знаете вообще тонкости и нюансы взаимоотношений этого предпринимателя, Олега Осипова и городской администрации? Почему возникла такая проблема? Ну, опять же, могу судить из сюжетов по СМИ о том, что речь шла о нецелевом использовании земельного участка, и как бы так вокруг этого все пляшется, в том, что при этом, что в нашем городе таким же образом выстраиваются незаконные дома, идет точечная застройка, город как бы так этого замечать особо не хочет. То есть вот здесь какие-то такие двойные стандарты. Поэтому предложил бы городу заняться, в первую очередь, точечной застройкой, а не то, что пользуются спросом, тем более, что еще полтора года назад глава города обещал, что все-таки на Северной набережной у нас будет лыжная база и будет комплекс. Ну вот он есть, только, видимо, кого-то не устраивает. Да, возможно, сам предприниматель или те формы, которые он применяет в своей деятельности. В этой связи я слушал интервью начальника как раз управления физкультурой и спорта городской, которая как бы так жестко занимает позицию города, даже не рассматривая, не предполагая вариант о том, чтобы каким-то образом попытаться все-таки соединить город с данным предпринимателем с точки зрения поиска действительно компромиссного решения. То есть, с одной стороны, это, конечно, чиновник, но, с другой стороны, насколько я знаю, она все-таки является бывшим спортсменом и, как бы так, хотелось бы в ней увидеть вот эту там солидарность спортсменов. Это вы, Надежда Анисимова, имеете? Да, и ее заинтересованность в том, чтобы все-таки спортивные объекты в нашем городе не уничтожились. Ну, что касается спортивных объектов в нашем городе, то недостатка в новых объектах, которые строятся и планируются, планируются построить, да, ну, хорошо, в плане строительства новых объектов не наблюдаются в последние годы, да. Вот у глобуса планируется построить спорткомплекс на том самом месте, где сейчас находится автостоянка. Сразу скажу, наверное, вы тоже видели, зимой совершенно невостребованная, потому что была занесена полностью снегом, и никто там не занимался ее обслуживанием автостоянки. Хотя, как и везде, как в любой точке нашего любимого города Кирова, и вам, я знаю ваши позиции по поводу автостоянок и так далее, притнуть машину нет. Вот сейчас на этом месте, напротив большого глобуса, чтобы сориентировать сразу людей, Новоросского, рядом с Макдональдсом, хотят построить спортивный комплекс. Кировчане снова спорят, хорошо это или плохо. С одной стороны говорят, что да, хорошо, что спортивный комплекс, но тут же в парке, да, на площади маршала Конева вроде как есть спортивные объекты, и те, которые прямо на улице, и те, которые в зданиях, и не один. С другой стороны, нет автостоянок. С третьей стороны, ну, пускай лучше это, чем вообще ничего, потому что никто этой автостоянкой не занимается. Вот ваша позиция. Ну, на самом деле, давайте начнем с автостоянки. Те, кто проезжает по улице Воровской, проезжают мимо автостоянки, видят указатель, где написано, что стоянка для посетителей глобуса. Соответственно, отсюда возникающий вопрос о том, что кто должен заниматься обслуживанием. Полностью согласен с тем, что всю зиму стоянка практически не использовалась по причине того, что она была просто невозможна, туда было заехать. То есть, Макдональдс там свою часть вычищал, глобус у магазина у себя вычищал, а вот эту стоянку, которая, собственно, скорее всего, и была, это сделано как раз, опять же, для нашего любимого гипермаркета, вот, за ней почему-то хозяина не нашлось. То есть, там нашлись деньги на установку светофоров, целесообразность, полезность которых вызывает много вопросов. А вот почистить хотя бы, там, несколько раз за зиму эту парковку, ни у кого желания особо не нашлось. Отсюда, соответствующий разговор о том, что, раз она не востребована, то, там, давайте построим. На самом деле, парковка там востребована. Те, кто приезжают, там, или проходят мимо глобуса в праздничные выходные или предпраздничные дни, да и летом, там, однозначно скажут, что стоянка, которая находится непосредственно у магазина, ее не хватает. Так, вот на этом мы прервемся. После перерыва, двухминутного на рекламу, спрошу вас еще раз, а востребован ли тогда там спортивный комплекс еще один? Хорошо. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение», микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает вице-спикер ОЗС Кировской области Михаил Курашин. Мы говорим о возможном строительстве спортивного комплекса на улице Воровска, но против Большого глобуса у Макдональдса на месте существующей, но, как выясняется, невостребованной автостоянки. Вот мы... Неизвестные, кому принадлежащие автостоянки. Неизвестные, кому принадлежащие автостоянки. Я-то, конечно, тоже понимаю, что, вероятно, если бы она была расчищена зимой, то там стояли бы машины. Но, возможно, сам глобус, который то ли в аренду убрал эту землю, скорее всего, то ли еще что-то, рассчитал, что не такой поток посетителей в глобусе, чтобы чистить эту автостоянку и как-то тратить на это деньги. Вот сейчас она не нужна, и сейчас там, возможно, появится спорткомплекс. Давайте прямо скажем, что администрация города Кирова призывает всех желающих ознакомиться с документацией в кабинете 139 и высказать свое мнение. Вот и мы воспользуемся этой возможностью и выскажем свое мнение. Нужен ли нам там спортивный комплекс? Мы с вами жители этого города, Михаил. Комплекс, конечно, нужен. Вот там, я думаю, что с этим никто не спорит. Но если уж речь идет о том, чтобы обеспечить юго-запад строительством такого комплекса, то я бы пошел по пути дальнейшего все-таки освоения Кучеровского парка, благоустройства Кучеровского парка. Вплоть до того, что рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения там рынка. Вот, собственно, место, где мог бы нормально спорткомплекс и большей площадью, там не 2000 квадратов, как заявляется, а большей площадью расположиться и был бы удобен и востребован всем юго-западным районам. Вот это путь, мне кажется, такой здравый. Да, у нас там есть гимнастический зал, у нас есть бассейн, у нас есть открытые тренажеры и будет еще спорткомплекс. Для Кучеровского парка это будет только благо. Потому что на сегодняшний момент все-таки сил на содержание этого парка, там, у города явно не хватает. Сделав одну дорожку, которая, в принципе, опять же, возвращаясь к первому вопросу, да, там в течение зимы практически не убиралась, там гололед, там, ну, условно говоря, там загажено все животными и как бы так. Дальше я просто живу. На парке у города денег нет. Живу в том районе, я вам могу сказать, что там через месяц там будет, вот, весь парк будет под водой. Про парки еще попозже поговорим. То есть вы считаете, что в Кучеровском парке вполне себе можно было разместить спортивный комплекс. А что касается этого конкретного места? Все-таки сделать нормальную парковку. Нормальную парковку. Вот, конечно, теперь все защитники природы и деревьев в нашем городе, еще раз скажу, что Курашин любит автомобили, а не деревья. И не заботится совершенно о том, какой у нас возник. Я люблю, когда комфортно. Я люблю, когда все разумно. Почему у города не хватает денег на то, чтобы парки у нас были в порядке? Вот хватило денег на Александровский, хватило денег на парку цирка, а на остальные не хватает. Почему? Давайте начнем с того, что во многом финансирование реставрационных работ в парках, благоустройство, оно осуществляется по инициативе области и при поддержке области. А что касается Александровского парка? Вот, поэтому, как бы так, почему город не хочет, ну, этот вопрос, опять же, скорее всего, городу надо задавать. Я не готов отвечать, потому что я тоже этого плохо понимаю. Почему у нас, предположим, в том же Кочеровском парке все в основном делается по инициативе и за счет области, а не за счет города. Хотя парк является одним из немногих сохранившихся, развивающихся. И, как бы так, кроме того, что брать всю славу за построенную там Быстрец и все остальное, там у города почему-то на все остальное не хватает. Михаил, а кто может задать напрямую вопрос городской администрации и главе города так, чтобы они ответили наконец-то? Ну, наверное, городской депутат. Только городский депутат? Нет, почему? Задать-то может любой, да? То есть получить исчерпывающий ответ. А что у нас с городскими депутатами? Они не задают такие вопросы? Или главы города не считают необходимым отвечать? Ну, давайте начнем с того, что, как бы так, есть, опять же, там, да, что в нашем ЗАГС-собрании, что в этом есть, там, значительная часть депутатов, которые вопросов не задают, или, по крайней мере, там, публично этих вопросов не задают, решают все, там, тайно. Есть достаточно большое количество депутатов, которые молодые, да, там, и пока что у них не хватает сноровки для того, чтобы... Способности сформулировать вопрос, что ли? Сноровки для того, чтобы отделить муху от котлет, то есть, условно говоря, общую информацию от конкретных ответов, да, то есть, вот, ну и есть часть депутатов, которым, собственно, достаточно безразлично все это дело. А сколько у нас депутатов, которые способны задавать вопросы так, чтобы получить на них ответы? Ну, я думаю, что где-то человек, наверное, 5-7 я смогу еще примерно. Как мы их выбираем тогда, если они не могут формулировать вопросы? Слана, давайте мы этот вопрос с вами зададим в 16-м году, когда, в 17-м... Я веду уже подготовку, Михаил. Да, я понимаю. Да, я сама готовлюсь, и слушатели наши готовлюсь. Ну, вот, в 16-м году на выборах в законодательное собрание мы можем потренироваться, а в 17-м году на выборах в городскую дому уже, как говорится, внимательно наблюдать, кого, как мы выбираем. Потому что хотел бы напомнить, как мы избирали в 11-м году городскую дому, да? Замечательные наши пятисоточники и куча скандалов, связанных с тем, что, собственно, все выборы были, условно говоря, предрешены. Кстати, у нас есть сейчас такой вариант, как вы думаете, вот в нынешней ситуации, вот снова надо устроить такой вот карусель, да? Да, конечно, есть такой вариант, потому что, ну, к сожалению, очень много людей, я же тогда тоже в 11-м году ездил по избирательным участкам и по пунктам выдачи этих 500 рублей могу сказать, что с учетом того, что округ мне был знаком, я видел очень много людей, которых я не отнесу к категории, там, остро нуждающихся или, там, пофигистов, или, там, тех, кого, кто, там, очень идейный, за тех, представьте, это нормальные рабочие люди, нормальные пенсионеры, нормальная молодежь, которая, собственно, говорит о том, что, там, вот мы сейчас 500 рублей получим, и, как бы, так нам больше ничего не надо. А дальше трава не растет? А дальше, да, когда я пытался объяснить, что, ребята, там, через месяц вы получите увеличенную стоимость проезда, вы, там, получите другие проблемы, связанные, там, с коммунальной жизнью, ну, вот, собственно, и на них это никак не реакция никакой. То есть, вот сейчас, пройдя этот пятилетний период, находясь в этой экономической ситуации, в которой мы сейчас находимся, у нас вероятность того, что снова будет раскручена карусель и по 500-м люди получат, она высока по-прежнему? Да, да, да. Высока. У нас остается 6 минут до окончания программы, и я хотела бы их посвятить следующему вопросу. С момента практически, когда в январе месяце ушедшим теперь уже от нас в другой город на службу генералу Солодовникову было предложено как раз перевестись, да, 15 января, он, сам говорил, в нашем эфире, 15 марта был подписан приказ, он покинул наш город. Именно с того момента заговорили о том, что дело Прокоповской ОПГ раскручено, забрали главного, собственно говоря, представителя и организатора ОПГ, как заявляется. И вот теперь новое заявление последовало от органов. Следствие предлагает жителям города Кирова предпринимателям, которые пострадали от действий преступного сообщества Прокоповской ОПГ, в 90-е и 2000-е годы опродиться в правоохранительные органы, рассказать о тех преступлениях, которые в отношениях к ним были совершены. Значит, я тоже это цитирую сейчас, да, следственный комитет. Есть телефоны, которые приводятся всеми СМИ, на нашем сайте тоже есть. Вот мне интересно следующее. Было сказано, что уже сейчас есть список, например, недвижимости в этом городе, которая так или иначе была приобретена на средства этой преступной группы, либо лица, аффилированных им лицам, да. Мне интересно, что теперь с этим списком будет, потому что в этом городе так или иначе эти средства, как мы понимаем, те, кто помнит историю 90-х годов и жил в 2000-х, большое-большое количество мест есть, не будем говорить. Что теперь с ними будет? Я не знаю, честно говоря, опять же, логику, по которой идут наши правоохранители, потому что, ну, тут, скажем так, создание подобного списка я не стал бы ставить вообще в некую заслугу, потому что по логике, ну, там, жители-то и особенно предприниматели-то всегда знали, где кому что принадлежит, какой там ресторан, какой кабак, какой магазин кому принадлежит и там, как это связано с криминалитетом или не с криминалитетом, или с властью и так далее. То есть у людей этот список, он уже давно был. И там, то, что власть, правоохранители сейчас заявляют о том, что вот мы создали такой список, да как бы так это оперативная их работа, которая там с 90-х годов должна была вестись. Ну, вполне возможно, и лежал долгое время. Ну, тогда чем хвастаться? Тем, что очень долгое время правоохранительные органы держали оперативную информацию на там одного из крупнейших, там, как они называют, криминальных авторитетов в загашнике, выжидая непонятно чего. Что они хотят? Я, честно говоря, плохо понимаю, потому что там с 90-х годов ситуация, в том числе в криминальном бизнесе, насколько я понимаю, она поменялась. Криминальный бизнес очень много своих позиций легализовал. И если есть претензии к этим учреждениям с точки зрения налоговой, с точки зрения каких-то там Роспожарнадзора, Роспотребнадзора и так далее, тогда еще о каких-то мерах воздействия можно, наверное, говорить. Но если претензий с этой стороны к ним нет, а доказать, предположим, то, что там через эти учреждения отмываются деньги, ну, это практически невозможно, это все понимают. Поэтому, вот, как бы так, мне тоже интересно сейчас, по какому пути пойдет данное развитие. А как вы думаете, пойдут ли люди с обращениями? Не пойдут, уровень все-таки доверия к правоохранительной системе сейчас достаточно низок. То есть, если в 90-х еще, как говорится, точнее, в начале 2000-х, да, там было определенное повышение уровня доверия, да, там действительно могли ходить и жаловаться на бандитов, на там какие-то наезды и так далее, то сейчас уровень доверия такой, что, как бы так, я сомневаюсь, что много кто пойдет. Вот, поэтому я, честно говоря, не верю в особую перспективу данного начинания. А на что это тогда похоже? То есть, вот все-таки, если мы не понимаем, как будут развиваться события с этими конкретными там объектами недвижимости, да, заведениями и так далее, если есть у вас ощущение, что бизнесмены не пойдут жаловаться и вспоминать, что было в 90-е и в 2000-е годы, то что такое сейчас происходит? Это новый передел? Ну, как бы так, где-нибудь в конце 90-х я сказал бы, что это новый передел, да, то есть, когда просто там была одна группа, эту группу взяли, как говорят, за жабры, все отобрали и появилась другая группа или там подробили на другие группы. У нас, мы с вами переживали эти периоды там не только в криминальном плане, но у нас там была эра спутника, потом стала эра глобуса и так далее, то есть, все это мы проходили. Вот, то есть, это там процесс передела, если рассматривать в этом варианте. Это очень напоминает сейчас. Конечно. Да? Конечно. А скажите, как вы считаете, у нас буквально минута остается, эта история все-таки чисто местная, с раскруткой такой крупнейшей группировки, да, которую вроде как уже оставили в покое, и там ничего не слышно было последние несколько лет, и тут вот, и тут вот всех забрали практически там, да. Это история местная или это все-таки всероссийский тренд? Вот тут произносились такие фразы, что произошло размораживание дел по ОПГ 90-х годов, то есть, сняты были запреты, и вот теперь по всей стране пошла такая... Я думаю, что в данном случае это был там последним штрихом для принятия решения о переводе генерала в Самарскую область. Потому что в любом случае там, ну, и проскальзывала мысль о том, что генерал все-таки хочет развития, да, генерал хочет двигаться дальше. Вот, поэтому вот я считаю, что это все-таки был такой последний штрих... Который генерал добавил в свою... Да, в копилку. В копилку. Понятно, спасибо. Это было особое мнение вице-спикера законодательного собрания Михаила Курашина, Светлана Занько. Прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.